Девушки отдыхают Что она хочет меня спросить? А дома остается моя жена и трое детей, ну и старшие, и младшие. Она говорит, папа, папа, я говорю, что, Эсти? Она говорит, папа, can I be in charge? Папа, я могу быть главной, ответственной, пока ты отсутствуешь. Ну а теперь, друзья, я хотел бы проповедовать на тему, которая называется «Главная новость». В день рождения Иисуса Христа. Вы знаете, что вообще много произошло событий в тот день, когда родился Иисус Христос. Мы об этом сегодня вспоминаем, об этом написано в Библии. Кто-то обращает внимание на пастухов, кто-то на мудрецов, кто-то на Марию, кто-то еще на что-то, кто-то на звезды. Но мы разные люди, разные вкусы, много деталей в этой истории, и мы по-разному реагируем на эту историю. Но так важно в этой истории не пропустить, понять, увидеть главную новость, главный месседж. Я представляю, если бы в то время был Фейсбук, наверное, были бы много posts на Инстаграм, Фейсбук, и как вы думаете, что бы они там писали? И здесь у каждого по-разному, да, кто бы что написал, кто бы что сфотографировал. И нам сегодня важно увидеть главный месседж и новость в день, когда родился Иисус Христос. Я от всей души поздравляю вас, друзья, поздравляю церковь, поздравляю всех, даже кто сегодня, возможно, первый раз находится у нас в церкви с рождением Иисуса Христа. Christmas – это самый большой праздник христианский, который празднуется во всем мире. Его празднуют даже иногда не один день, несколько дней, некоторые целый декабрь месяц звучат песни о Иисусе Христе, о рождении. Christmas music is all around us. Мы празднуем не просто дату, потому что в Библии не написано, когда Христос родился, но мы празднуем с вами сам факт, само событие, что это было. Мы в это верим, что Иисус Христос был, как Сын Божий, рожден на эту землю. И именно вот это событие, рождение Иисуса Христа, оно сегодня толкает людей на то, чтобы люди путешествовали, преодолевали тысячи миль, собирались, соединялись с семьями, собирались вместе за столом, праздновали. А это также праздник соединяет людей разных по своим разным рангам, богатых, бедных, грамотных, не очень, старших, младших, собирает даже врагов. Я прочитал историю, что во время Первой мировой войны такой был автор Малкольм Браун, который опубликовал такую статью, которая называется «Christmas Truth». И во время Первой мировой войны на Christmas Eve немецкие и британские солдаты договорились и сошлись вместе, сложив свое оружие, и сели мирно праздновать Рождество между окопами. Говорят, что в истории военной или армии это самое яркое событие примирения, которое было именно в день Рождества. Сегодня люди, они, возможно, воодушевлены, они украшают, они готовят, они празднуют, что будет выходной день. Даже, даже, даже представьте себе, Walmart закрывается на Christmas. Это же событие, которое, кажется, ну такой уже респект, такое уважение к этому празднику обычное, никогда ничто не закрывается. Но на Christmas, на Рождество, мы отмечаем это по-особому. Люди, даже, которые обычно иногда не ходят в церковь, иногда на Рождество, они приходят в церковь в честь уважения к такому большому празднику. И даже если вы сегодня не знаете Иисуса Христа, если вы даже не сильно верите в эту историю Иисуса Христа, то сегодня исторические факты, сегодня археологические раскопки, они все доказывают и подтверждают о том и свидетельствуют, что Иисус Христос однажды был рожден на эту землю и ходил по этой земле, и Он пришел для нас и ради нас. Рождение Иисуса Христа, оно имеет большое влияние на нации, не просто на славянский народ, на все нации, во всем мире и во всей земле. Рождение Иисуса Христа настолько повлияло на историю, что даже наш календарь, наш календарь, по которому мы живем, наш календарь, он связан с рождением Иисуса Христа, и на календаре сегодня отмечают события, все, что было до рождения Иисуса Христа, до нашей эры, и после рождения Иисуса Христа, после нашей эры. И сегодня все ваши праздники и события имеют отсчет от того дня, когда родился Иисус Христос. Вот так давным-давно, в тихую ночь, как вот приблизительно сейчас в зале, были звезды на небе. Казалось бы, был обыкновенный вечер, Вифлеемская ночь. Кто знал, что в ту ночь рождение мальчика перенесет с собой такое движение, такой переворот в мире? Обратят внимание на это все люди, простые, бедные, знатные, не очень, армия, цари, политики, все. Это заметят, что родился необыкновенный мальчик. Кто знал, что то, что произойдет той ночью, оно просто перевернет мир. Оно трансформирует сердца не только пастухов, но миллионные, миллионные людей. Давайте вспомним, как это было. Луки, 2 глава, с 8 стиха Библия описывает. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг предстал им ангел Господень. Слава Господне осияла их, и они упаялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу. И на земле мир, и в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем, пойдем в Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестили нам, нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа, и младенца Иисуса, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали им о том, что было возвещено о младенце, и все слышавшие дивились, удивлялись тому, что рассказали им пастухи. А Мария сохраняла все слова, слагая в сердце. Кто-то просто дивился, кто-то наблюдал. Она в сердце принимала и складывала. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что они видели и слышали. Итак, дорогие друзья, что же было главной новостью в ту Вифлеемскую ночь? Итак, мы с вами сегодня рассмотрим три главных новости. Итак, новость, которую передали ангелы в тот день. И эта новость относится не только к пастухам тогда. Эта новость относится и к нам сегодня. Первое, это новость радости. Второе, это новость спасения. И третье, это новость мира, которую принесли ангелы на землю. И этот месседж, это послание было передано людям именно в день рождения Иисуса Христа. Обратите внимание, какая позитивная информация. Как много мы сегодня живем с вами среди негатива, среди скорбей, проблем, печали, депрессии, негативной информации, которая давит, убивает, разочаровывает. Но Бог, который говорит свое послание, первое, это послание позитива. Если сегодня у тебя мысли, которые тебя раздавливают в твоих земных, возможно, в вопросах, проблемах, помни, что это точно не от Бога. Есть на земле свет и тьма, есть Бог и дьявол, есть ад и рай, но Бог сегодня дает свою информацию позитивную, давая людям перспективу, надежность, будущность. И это то, что Он передал в тот день рождения Иисуса Христа. Дальше, в этот же день было сказано, будет радость. И написано, будет радость вам, то есть тебе лично, и будет радость всем людям. Заметьте, это обращение и послание, во-первых, к тебе лично, к тебе, который находишься сегодня за экраном или здесь в зале. Это радость, которая относится к тебе. Христос сказал, радость будет у тебя. но не только у тебя, у всех людей у вас возникает логичный вопрос. Ты нормально рассказываешь, но у меня радости нет. Мы к этому ответу вернемся. Но главное сейчас хочу, чтобы мы увидели месседж, который передали ангелы. Это месседж или послание радости в тот день. Слава Богу за это. Вы скажете, но радость обычно во время рождественских праздников, это какой-то, может быть, ну, хотя бы мини-стресс можно назвать. Это нужно готовить, это нужно подарки покупать, это я не успеваю, это нужно в очередях этих стоять, это нужно ездить, это нужно поздно ложиться, это нужно всем угодить, нужно спланировать выходные. Ну, это так, можно сказать, такая, ну, усталость, давайте скажем, приятная, да? И вот мы так замотались в эти праздники, и тут нам говорят о радости. Какая же радость? В чем? Где она радость? Вот мы с вами подходим к самому ключевому моменту. Радость, Евангелие, или благая весть, по-английски gospel, в переводе означает радость. Вот именно радость. Но у вас снова возникает вопрос. Радость в том случае, если мы понимаем значение радости, если мы понимаем, как это относится к нам, с чем связан весь смысл радости, и какие последствия это имеет на нас. Вы знаете, что Рождество это самая лучшая новость, которая передается в том, что Бог очень любит человека и заботится за человека. Если сегодня тебе тяжело, мой друг, я здесь, чтобы сказать, что Бог тебя любит. Не сомневайся в этом. Несмотря на то, что ты сделал, натворил, несмотря на все твои ошибки и промахи, Бог все равно тебя любит. И благодари Бога, что Бог не такой, как люди, потому что люди уже, возможно, тебя за то, что ты сделал, ненавидят и, возможно, не могут простить, но Бог тебя все равно любит. Вот почему Он есть Бог, который называется Бог есть любовь. Вот почему в этом есть радость, потому что, слава Богу, за то, что Бог, Он не такой, как люди, Он есть Бог, и Он сегодня тебе дает это послание радости. В чем же радость? В чем? Где секрет? Как вот понять смысл этой радости, когда сегодня ее катастрофически не хватает? Если вы работаете на работе, а вы там не видите перспективы, не видите будущего, абсолютно никаких бенефитов, плюсов не видите, правда у вас радость автоматически как-то улетает. Если вы живете на этой земле в определенных проблемах и вы знаете, что в будущем ничего не изменится. Ничего. Если вы заболели физически и вы знаете, что в будущем ничего не изменится, вы такими же больными и останетесь. Если вы переживаете какие-то трудности семейные, финансовые и вам говорят, твое будущее обречено, you are done, все, ты обречен. Вы знаете, часто мы говорим такие слова, когда общаемся между собой, I am done, I am done, that's it, I am done. По-английски это в переводе все покончено, я окончен, я закончился, я уже больше не могу это выносить и выдержать. Никогда не произносите этих слов I am done, потому что это месседж не от Бога, I am done, ты уже все закончилось, нет, you are not done, с Божьей помощью you are not done, ты еще не все в тебе потеряна. И когда мы видим и понимаем, что то, что сделал Иисус Христос, дает нам и открывает нам светлое будущее, вот в этом радость. радость не в том, что сегодня, радость не в том, что сегодня ты проходишь, радость не в том, что сегодня ты переносишь, радость не в том, через что ты сейчас чувствуешь, но радость в том, что в будущем тебя ожидает. Future, our future, вот в этом радость, понимание перспективы, которые ожидает нас, людей, и когда мы понимаем, что нас ожидает. Представьте пример, вы болеете, вам скажут, держись, брат, доктор придет, скажет, обещаю тебе, через полгода ты встанешь, ты пойдешь. Правда? Автоматически, вау, я буду ждать, я буду терпеть, я пройду, потому что будущее есть хорошее. Вы страдаете на работе от отношений, от зарплаты, от разных моментов, но вам говорят, потерпи годик, потерпи три, и потом утроится, все увеличится, все изменится. Правда, ты будешь терпеть и год, и два, когда ты знаешь будущее, перспективу хорошую. Вот точно так же и мы здесь на земле. Пока мы здесь на земле, мы должны понимать, что да, у нас мы проходим через какие-то сложности, трудности, проблемы, но пока мы здесь, у нас есть перспектива, будущее, Иисус Христос пришел на землю, чтобы дать людям вечную жизнь, прощение грехов. Вот какое наше будущее, если мы это будущее понимаем и понимаем, что наша жизнь на земле, она очень временная, тогда мы смотрим на эту радость совсем по-другому и понимаем вот это послание радости, которое Бог нам дает в перспективе своей радости, в перспективе будущего. Слава Богу за это. Часто, если мы уже верим в Бога, называясь верующими людьми, но если мы не радуемся спасению нашему, если мы радуемся только нашим земным, материальным успехам, значит, мы должны признать, как христиане, что мы никогда не поняли значение Иисуса Христа. И сегодня мы с вами все говорим, и сегодня мы с вами все поем, радуйся мир, радость пришла, а мы с вами также одновременно думаем честно в себе, какая радость, о какой радости вы поете. У меня внутри горе, у меня внутри, у меня ничего нету, что меня радует, о какой радости вы поете. И тогда нужно понять и признать, я не понял, о какой радости говорил Иисус Христос и ангелы. Они говорили о будущем, о том, что ты можешь быть спасен, прощен, помилован и в том, что у тебя есть будущее. А то, что ты имеешь здесь пока, это все земное, и оно временно. Оно временно. Запомни это. И сегодня я хотел бы обратиться к тем людям, которые верят в Бога, которые верят в Христа, но которые сегодня потеряли радость и смысл жизни. Именно для вас сегодня. Специальное послание, которое записано, Псалом 50, 12 стих. Господи, возврати мне радость спасения моего. кто-нибудь радовался об этом? Вы видите связь радости? Вы понимаете теперь смысл прихода Иисуса на землю? Ведь Он же пришел, чтобы спасти. И когда мы это не осознаем, не понимаем, если написано в Библии, Господи, верни мне радость спасения, что это значит? Это значит, что у каждого из вас, кто уже спасен, когда-то эта радость внутри была. Она была. Ее сегодня нету, но она была. И однажды Давид, осознав это, он сказал, Господи, верни мне радость, но в радость спасения, чтобы я понял, осознал, в чем смысл жизни, в чем смысл прихода твоего на землю. Это же все заключается в будущем моем, в вечном спасении. И Он говорит, Господи, верни мне радость спасения. Не знаю, если вы сможете угадать, сколько мне лет, но независимо от этого, сколько лет я живу на этой земле, только вот этот год. Я первый раз помолился этой молитвой и сказал, Господи, верни мне радость спасения. Я никогда так сильно, вы знаете, не радовался, что я спасен. Ну, конечно, хорошо, я не против, и вы не против, правда? Но вот радость, радость, joy to the world, радость о спасении. Первый Фессалоникийцам, пятая глава, 16 стих написано, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас есть воля Божья во Христе Иисусе. Представьте себе, написано в Библии, всегда радуйтесь, а не получается. Друзья, и не получится, если ты не будешь благодарить, то и радоваться не сможешь. Благодарить за что? Вот да, вот именно за вот это непонятное и неприятное благодари. Если ты не будешь петь песни благодарности и хвалы, поверь, ты по-любому будешь петь песни другие, более минорные. Ты по-любому будешь петь, какой ты несчастный, какой ты обиженный, насколько все плохо вокруг, больно, несправедливо, и так далее. Ты будешь петь песни по-любому, даже если у тебя нету музыкального образования, ты их поешь внутри, ты говоришь, ты говоришь это сам себе, но если ты будешь понимать и осознавать что-то другое, то ты запоешь другие песни, которые мы с вами учились петь сегодня в этом году, как церковь, хвала тебе наш Господь. И тогда радость приходит, возвращается, все вокруг меняется, слава Богу за это. Второе, что сказали ангелы в этот день рождения Иисуса Христа, вторая новость, которая тоже есть на Фейсбуке, это он сказал, что вам рожден князь мира. Луки 2,14 Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Дальше написано Исаии 9,6 стих И младенец родился, сын нам дан, назван князь мира или князь дарующий мир. В английской Библии написано Prince of Peace это личность, которая приносит с собою мир и этот мир связан с рождением Иисуса Христа на землю. Его приход на землю приносит, дает людям право иметь мир. Именно это событие очень важно для нас сегодня. Слава Иисусу Христу за этот мир, который мы имеем. Сегодня так не хватает мира, так не хватает покоя. Сколько причин? Сколько причин? И вы знаете, что самое интересное? Рассуждая над этой темой, обычно, когда у нас нету мира, виноваты люди. Это самая распространенная причина, почему у нас нету покоя и мира. Но читая одну книгу, я прочитал, как один человек в поисках Бога, монах, он старался уйти от грехов, от раздражений, от ропота, он старался уйти от людей, чтобы не терять этот мир. И он сам ушел жить в пещерах. Там его никто не раздражал. Вопрос, как вы думаете, он там нашел мир? Нет. Нет. Хоть в Антрактиду, хоть в Африку еть, хоть на Луну переезжай, ты там мира не найдешь. От людей убегай, скрывайся. Мир, написано в Библии, только в Боге успокоится душа твоя. У тебя душа есть? Есть. Теперь у тебя два варианта. Либо поверить этому слову и принять Бога. И понять, что без Бога нет других вариантов. Ни алкоголь, ни наркотик, ничего тебя не успокоит. Как только ты отрезвеешь, ты сразу будешь в депрессии. Автоматически. Но только Бог дает людям мир и покой. Настоящий мир и покой дает только Бог. И это месседж, это послание. Оно тоже связано именно с рождением Иисуса Христа. Он есть Бог мира. Этот Бог, который дает нам сегодня мир. И сегодня, когда мы приходим к доктору, доктор нам говорит такую новость. Ты знаешь, у тебя проблемы, у тебя стресс. Я так подумал. Думаю, ты смотри, даже не надо быть доктором. Я могу одеть халат и сказать, я доктор, приходите ко мне все, я вам всем скажу, у вас стресс. Я прав? Как вам нравится? Я как доктор. Кажется, сегодня это настолько популярно, распространенно, что кому бы ты не сказал, что у тебя стресс, ты угадал. А теперь вопрос, как решить этот стресс? Проблема в том, что сегодня мы ищем эти разрешения, этих вопросов, и мы забываем одну ключевую вещь, что мир и покой даже в самой стрессовой ситуации дает Бог. Именно Бог, и только Бог может дать тебе сегодня это. Слава Богу за это. Именно Бог, без Бога у тебя не будет мира. Ты можешь менять обстоятельства, ты можешь менять расписание, ты можешь менять людей вокруг, ты можешь все, что угодно менять, но мир, настоящий покой внутри дает только людям Бог, когда мы его принимаем, когда мы с ним на связи, когда мы с ним общаемся. Правда бывает такое, что пообщался с человеком и потерял мир. Но когда ты пообщался с Богом, у тебя всегда есть шанс его приобрести назад. Потому что он есть Бог мира и написано в Библии, Иоанна 14, 27 стих, мир оставляю вам, мир даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Я даю вам свой мир. Слава Богу за это. И сегодня мы пытаемся этот мир как-то приобрести, меняя, переставляя земные обстоятельства. Но мы должны понять, да, поменяешь расписание, поменяешь нагрузку, поменяешь диету, это как-то повлияет на твой внутренний мир. Но запомни, мы сейчас говорим о человеческом мире. Мы мечтаем, иногда ошибаемся, думаем, что обстоятельства вокруг нас принесут нам мир, но мир этот будет только человеческим, временным и быстро закончится. Но мир, который говорит Бог, мир, о котором написано в Библии много раз, божественный, Божий мир, он не зависит от обстоятельств. Вот это большая разница, которую нам людям нужно запомнить. Мир Божий не зависит от обстоятельств. Написано в Библии, Павел и Сила, когда они были в тюрьме, они сидели, прикованные, обреченные, и пели гимны хвалы, и славили Бога. И писал Павел из тюрьмы, людям радуйтесь. Когда я понимал, когда я смотрел на своего отца, который уже, казался бы, был на последнем дыхании, и он рассказывал о радости, и он рассказывал о мире, тогда я понимаю, что и сегодня возможно иметь мир в самые, в самые трудные ситуации, даже когда смерть смотрит тебе в глаза. А сегодня у нас смерть нам еще не смотрит в глаза. У нас какие-то конфликты, проблемы, у нас какие-то напряжения, непонимания, мы уже мир потеряли, мы уже ропщим, мы уже страдаем, мы уже умираем, мы уже думаем, что мы самые несчастные люди на земле. Нет. Помните, как когда-то говорил наш пастор Виталий Иванович, он говорил, «Если тебе трудно, вспомни кого-то, кому тяжелее, тебе станет легче». Бог, Он есть Бог мира, Который посылает Свой мир в трудные обстоятельства, именно в трудные обстоятельства. Слава Богу за этот мир. И третья новость, друзья, которая была дана людям именно в день рождения Иисуса Христа, это весть о спасении. Message of salvation. Это была главная, самая главная новость, которая была дана людям. И эта новость и сегодня актуальна для всех. И сегодня она по всем каналам должна распространяться, чтобы каждый понял, что и Он имеет смысл и надежду на Его жизнь. Матфея 1 глава, 21 стих написано, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей от грехов их». В чем же смысл спасения? Почему же Он пришел спасать кого и от чего? Библия нам говорит, Он пришел, чтобы спасать людей от грехов. Друзья, как часто мы мечтаем и ждем, чтобы Бог спас нас от наших проблем, чтобы Бог спас нас и наше физическое здоровье поправил. Мы ждем, чтобы Бог спас нас от жены, от мужа. Мы ждем, чтобы Бог спас нас еще от каких-то проблем. Но сегодня мы должны все понять, что да, Бог и в этих ситуациях помогает и уже, наверное, кому-то из зала помог, но это второстепенно. Написано в Библии, что Иисус Христос пришел на землю в первую очередь, чтобы спасти не от проблем, а от грехов. От грехов. Первая миссия, главная миссия, которая пришла с рождением в день рождения Иисуса Христа спасти от грехов. Потом уже, возможно, Бог может и второстепенно, как милующий заботящий отец может и исцелять, и поднимать, и помогать, и проблемы решать, но первая эту миссию Он за ней следит. Когда мы проходим испытания, проходим болезни, проходим трудности, Он следит за первостепенной целью спасти от грехов. А потом уже вторые, но так, главное спасти душу, душу твою и мою, спасти душу от грехов. Вы знаете, что первое, что нужно понять людям сегодня, это то, что каждый я и ты, ты грешник. Если ты не принял Иисуса Христа, ты грешник. Вы знаете, что нам так автоматически часто думается, что люди, они грешные. Вот вспомните вашу ситуацию прямо сейчас, чем вы огорчены и тех людей, которые вас огорчили. Правда, вы согласитесь со мной, что они грешные. Вот в этом и сразу пропасть, темнота, мрак. Но как только человек скажет «Я грешный, я». Тогда вот этот праздник, вы понимаете, совсем приобретает другой смысл. Вот эта вся кухня, подарки как-то на второй план уходят. Когда человек понимает «Не они, а я грешник». Кто-то скажет «Но я не грешник, это неправда, в чем вы меня обвиняете здесь? Я не курю, не пью, не ворую, не убиваю, блудом не занимаюсь». Вот именно для таких написано в Библии Римлянам 3 глава 23 стих «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Next slide. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили. Если Бог Он такой добрый, если Бог Он пришел спасать, почему же тогда мы страдаем? Почему же тогда на земле война, ссоры, горе? Куда смотрит Бог? Первая миссия Бога это спасти душу. И Бог смотрит на твою жизнь не так, как смотришь ты. Бог смотрит в перспективе вечности. Представьте себе молодую девушку, вашу дочь маленькую, которая вырастет и она мечтает выйти замуж и родить ребенка. Потом она выросла, стала взрослой, а вот она выходит замуж. И с ней садятся люди опытные и говорят поздравляем тебя, ты вышла замуж. Только одна просьба, пожалуйста, не рождай детей. Почему? Понимаешь, как тебе рассказать, вот сидят опытные мамы, и они тебе могут рассказать, что роды, они связаны с физической болью, с кровью, со страданием. очень больно. Ты никогда такой боли не переживала. Можешь, пожалуйста, просто согласись, никогда не рождай детей. Молодая невеста, уже жена скажет, так ничего страшного. Я согласна. Ты согласна терпеть? Да. Будет больно, будет кровь, возможно будет операция, возможно будут отрезать. Есть опасность для жизни твоей и ребенка. Не делай этого. Уйди от страданий. Не нарывайся на трудности. Откажись. И молодая жена скажет, я все равно хочу. Я хочу ребенка. Я все равно хочу. Я согласна, я пройду, я готова. Ты точно выдержишь? Да, я выдержу. Почему? Потому что я хочу жизни. Потому что я знаю, что это временно. Потому что я знаю, что это закончится. Потому что я знаю, что оно пройдет. Потому что я знаю, что скоро будет лучше. Потому что я знаю, что в будущем все будет хорошо. Вот точно так же смотри на свою жизнь на земле сегодня. и скажи я выдержу и вынесу я готов я согласен потому что в будущем все будет хорошо потому что в будущем в будущем твоя жизнь на земле в глазах бога написано в библии один день как тысячу дней мы смотрим и говорим господи сколько можно страдать а бог смотрит по-другому главное спасти твою душу я пришел в мир ради того чтобы спасти душу ты мне говоришь о проблемах я их знаю поверь сын мой знаю дочь моя но мое главное почему я пришел на землю почему я страдал на земле почему сегодня вы празднуете рождество чтобы душу твою спасти у тебя есть душа за которую я заплатил кровью я ее хочу спасти все что ты сейчас переживаешь это временно вспоминай рода ребенка мама согласна их проходить и страдать потому что она видит будущее вот так ты как христианин должен видеть будущее что ты спасен ты прощен как христианин диане 17 глава 30 стих написано в библии и так и так как итог бог говорит сегодня ныне повелевает всем людям повсюду покаяться и тебе дорогой друг и тебе это ко мне так тебе бог сегодня повелевает всем людям покаяться расскажу вам историю 2 мировой войны вы знаете что немцы они брали плен брали людей жестоко над ними издевались убивали уничтожали людей в лагере концентрация чемпс концлагерь и вот однажды день человек попал в этот лагерь и он пишет что там были очень строгие правила из-за нарушения этих правил наказание было очень сильным их не били их убивали сразу это была просто такая методика лишь бы была малейшая причина чтобы уничтожить уничтожались люди тысячами миллионами и солдаты эти провоцировали иногда их на то чтобы они нарушили правила кто-то кто-то нарушил правила на одежде этих заключенных ставили такой крест это значит что его завтра его казнят их вешали вот однажды попал туда человек его звали иван но там никто не обращался к людям по имени там все было по номерам у каждого заключенного был номер вот ему дали номер 316 и вот однажды он нарушил правила в этом лагере и он уже знал что на следующий день его убьют в этот вечер он прощался со своими кто сидел в этом бараке что-то пытался вспомнить хорошее как-то развеет настроение и вот приходит утро а его не повесили он так дрожал ночь не спал в страхе ожидая смерти потом ему рассказали что начальник этой лагеря этого в тот день он отсутствовал он подумал наверное в этом причина и завтра меня точно казнят он еще одни сутки переночевал мучаясь ожидая казни за нарушение правил пришло следующее утро его снова не казнили но других заключенных десятками вешали каждое утро публично выстраивая всех чтобы все видели что их ожидает за нарушение правил этого лагеря и так шло день за днем много раз и однажды этот иван устроил беседу в этом бараке а потом как-то не выдержал и устроил драку и так серьезно наказал человека который его обидел который был как-то для него таким ну доставал его по его понятиям как-то нарушал законы которые он понимал нельзя нарушать по отношению ко мне и в тот же вечер этот иван понял что он был неправ по отношению к тому человеку которого он жестоко избил на следующий день этот номер 316 нарушает правила и вдруг и вдруг он уже привык к тому что ему все сходит ему рисует этот значок он помечен значит завтра его казнят вот утром он утро ждал долго понимая что пришло расплата за нарушения правил и вот веревку одели на его голову закрывает глаза вдруг его бьют в плечо подходит солдат дает ему бумажку записку он разворачивает бумажку а там написано твое имя плюс твой номер он прочитал иван то есть иоанн 316 он быстро догадался и прочитал в библии ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий любой и ты даже всякий не погиб но имел жизнь вечную и тогда иван понял что за каждое нарушение правил уже кто-то заплатил следующий слайд я на 316 бог заплатил за твой грех и в тот момент иван проснулся он написал книгу и вы знаете что сегодня представьте себя в роли что каждый из нас мы находимся в этом лагере который называется земля и за каждое нарушение правил когда ты кричишь когда ты гневаешься когда ты обманываешь когда ты лукавишь когда ты ропщишь когда ты сплетничаешь когда ты осуждаешь когда ты пьешь когда ты прелюбодействуешь за каждое нарушение правил ты должен быть казнен но сегодня бог пришел на землю чтобы ты жил чтобы ты жил главный месседж и смысл Рождества чтобы дать тебе жизнь спасение и прощение грехов однажды один парень подбежал к проповеднику и сказал проповедник что я могу сделать чтобы быть на небе и проповедник ему сказал все you're done man it's too late все ты опоздал уже все ты опоздал молодой парень как-то затрепетал что ты знал как-как я же пришел я пришел в церковь что я могу сделать чтобы пойти на небо ты уже ничего не можешь сделать too late ты опоздал но не бойся есть хорошая новость уже кто-то за тебя это сделал ты уже ничего не можешь сделать Христос сделал заплатил за тебя ценою своей жизни крови умер на кресте ради тебя чтобы ты жил имел прощение спасение и жизнь вечную тебе осталось одно принять верою и исповедовать что Христос есть Господь Иоанна 1 1 9 написано если мы исповедуем грехи то он будучи верен и праведен простит тебе грехи твои и очистит тебя очистит тебя возможно сегодня ты так загружен проблемами тяжестью загружен тяжело просто наслаждаться жизнью и тебе вот это послание на крисмас радость и мир только снится вот почему сегодня я здесь чтобы сказать тебе ты имеешь право сегодня приобрести мир и радость спасение прощение уже все сделано только поверь прими если ты не можешь простить людей Бог не может простить тебя но прими верою отпускай и понимай что ты грешный я грешный Господь прости меня пожалуйста и тогда вот эту радость о которой ты мечтаешь придет в твое сердце прими этот подарок рождественский подарок который дал сам Бог enjoy god's christmas gift который имеет три качества первое priceless он просто неоценимый он намного дороже чем ты себе представляешь и можешь заплатить он заплатил жизнью отдал жизнь ради тебя второе этот подарок он никогда не портится it will never perish пока ты жив и пока у тебя есть время ты можешь воспользоваться этим подарком жизни и третье этот подарок ты можешь им пользоваться каждый день it's useful for every day of your life потому что мы каждый день нуждаемся в радости в мире и в спасении от Бога life will never make sense for you why do I live what is the purpose of my life what is my future жизнь никогда не будет иметь смысла для тебя ты всегда будешь задаваться вопросом почему я живу какой смысл моей жизни какое мое будущее а его просто нет без Христа без Бога он дает будущность и надежду только Бог дает будущность и надежду сдайся сегодня ему и скажи Господь take over my attitude господи возьми мое поведение мое настроение мое эмоции прости Господь друзья так хотелось бы сегодня напоследок подарить вам белое белое Рождество белое Рождество белое Рождество I would like to offer you white Christmas потому что снег символ белой чистоты кажется его трудно нарисовать трудно передать потому что его не люди создали Бог создал его таким белым таким светлым таким беспорочным вы знаете что сегодня на Флориде снег дефицит если вы наши гости из северных штатов вы могли бы его здесь продать по хорошей цене но вы знаете что у некоторых снег дефицит в сердце можно со Флориды поехать в горы и найти снег но никуда не уедешь со своим состоянием сердца ни на какие горы не укроешься как только Христос Господь и сегодня ты можешь быть этим белым снегом и сказать Господь как снег убели как снег очисти приди в мое сердце белым Рождеством во имя Христа Иисуса и тогда твоя радость она будет полна и тогда твой мир он будет настоящим Христос пришел на землю и главный месседж чтобы ты знал что ты имеешь спасение мир и радость и ты можешь быть прощен сегодня я приглашаю всю церковь встать на ноги мы сейчас будем петь об этом белом снеге который несет чистоту на землю и я хочу сегодня пригласить кто желает сегодня покаяться помните главное наша задача понять что я грешный и Бог все равно меня любит и Бог ради меня пришел на землю кто желает сегодня вы можете выйти вперед мы за вас помолимся мы с вами будем радоваться вы приобретете этот мир и покой вы приобретете спасение кто готов сказать господь я нуждаюсь я понимаю кто еще ни разу не принимал Христа как личного спасителя возможно некоторые верующие давно никогда не говорили Христос будь моим господином моей жизни руководи мною моей жизнью господь я устал от себя сам кто просто желает свободу в сердце и хочет праздновать по-настоящему проходите и вы увидите радость Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова